Первый вид программы – ликвидация последствий ДТП. На место происшествия приезжает газель со спасателями. Работать они начинают мгновенно. Разрезали машину и аккуратно вытащили пострадавшего. По легенде, у него не бьется сердце и сломана нога. Спасатели оказывают первую помощь. Следующими начинают показывать свои умения спасатели-высотники. Кран поднимает их на высоту нескольких метров. При помощи тросов необходимо быстро спуститься вниз. Реально бывают разные ситуации. Не так давно было в составе ПСП-3. Была дверь интересная. Так всяк не могли открыть. Время шло. Пришлось подняться на балкон выше, спускаться и заходить через балкон. А одному из зрителей студентов политеха предложили облачиться в спасательный костюм. В принципе, удобно для спасательных работ. Центр гражданской защиты подобные мероприятия проводит для студентов всех вузов города. Учения должны помочь правильно вести себя в экстремальной ситуации. Чрезвычайную ситуацию невозможно предугадать. Но предотвратить ее можно. Вот с этой целью проводим такие занятия. Студентам сегодняшние учения пришлись по душе. Может быть, если что, я смогу кому-то помочь, когда увижу что-нибудь такое в жизни. Или спасателям тем же помочь, когда не будет что-нибудь тушить или кого-нибудь спасать. Соревнования закончились. Сотрудники Центра гражданской защиты отправляются на свою работу. Показательные выступления показательными выступлениями, но трудиться тоже надо. Дмитрий Жданюк, Александр Рябков. Оперативное вещание.